Эй, Зарьян! Да? Тебе не возникает, ну, некого волнения? Нет. А ты волнуешься, что ли? Я? Чу! Нет, конечно! Тогда... Да ну, просто... Непривычно это как-то, если так посмотреть. С моральной точки зрения, убивать нечисть было нетрудно, когда они разлетались в пыль от малейшего удара. Это знаешь, как... Как в видеоиграх. Ну, да! Теперь же нужно будет варить похожих на нас существ. Пусть даже и только внешне. И в пыль они не разлетятся. Придется смотреть на то, как они умирают. Тебе не кажется это немного жутким? С чего вдруг тебя это начало так тревожить? Ты вроде как прекрасно понимаешь, что это не люди, а монстры. Монстры, собирающиеся уничтожить человечество. Да, я понимаю. Как бы страшно это ни было, тебе просто не стоит думать о них, как о настоящих людях. Если мы не убьем их, человечеству конец. От нас все зависит. И это должно придавать уверенности. Если честно, это по большей части лишь заставляет чувствовать груз ответственности. Даже если так, человек-то довольно сильный по своей натуре. Уверен, ты со всем справишься. Ну, да, должна. Если ты переживаешь, это нормально. Я бы на такое вообще не решился. И я тоже. Большинство из нас. И все же, сказать оказалось проще, чем на самом деле сделать. И даже представлять себе это. Но я постараюсь и не подведу вас. Что ж, думаю мы остановились в хорошем месте. Теперь нужно привлечь внимание кого-нибудь из них. Как я помню, это стоит делать мне? Ну, если тебе страшно, то... Эй, тварь, подойди сюда. Живо. Мерзкий, уродливый убедитель. Сразись с нами, если не боишься. Приказываю тебе остановиться и застыть в этой форме до момента ее изменения. Поскольку в моей власти сделать из тебя смертного, коими являются обычные люди. Силы магов прошлого. Помогите мне! Что ты... Что ты сделала? Сработало? Это сработало? Эй, существо, ты точно не хотела бы встать на нашу сторону? Ты шутишь? Я разорвусь на части прямо сейчас! Ну что за уверенность? Оф, я не хочу видеть всего этого. И тебе не советую. Ты так вообще ребенок. Мне смотреть не получится. Я тоже должен принимать участие в их истреблении. Все вышло потрясно. Время двигаться дальше. Следуйте за мной. Так, ну, вроде бы я все верно написал. Проблема в том, что заклинания должны произноситься дословно, иначе ничего не сработает. Как их вообще выводили? Интересный вопрос. Но я думаю, он останется без ответа. Прям как этот город без своего названия, да? Если это была попытка пошутить... То шутить мне больше не стоит. И я понял. Да, получай, нечесть! М? Чего это там? Скорее всего, они сражаются с нечистью. Это понятно. Но интересно, каким же образом? Я пойду и посмотрю. Ух ты! Эти ребята буквально делают существами то, что я собирался сделать с тобой. Какой хороший способ они придумали. Я и представить не мог, что это их план. Эх, пока я вспоминал это заклинание, они просто использовали его. Лишь потому, что у них есть книжки с заклинаниями. Ага, но из-за этих книжек им все так легко дается, что я начинаю чувствовать, будто они лучше меня в магии. Но ты же и сам понимаешь, что это не так. Без этих книг они бы не смогли ничего сделать. А барьером воспользовались. Так вообще лишь благодаря тебе. Сара не помнила это заклинание? А ты вспомнил. Это и делает тебя истинным магом. Да, да, я знаю. Давай просто перейдем к делу, ладно? Ну блин, я так надеялся, что все-таки получится договориться. Не расстраивайся. Все же они не настоящие люди. Нет смысла жалеть их. Хоть и неприятно на это смотреть, конечно. Катрина права, Алекс. Да я знаю. Ну просто было бы здорово, если бы мы решили все миром. Сила магов прошлого! Помогите мне! Вы... Вы пожалеете! Да, нам очень тебя жаль. Ты лучше. Хей! Я вижу там еще одно существо. Может, кто-то хочет приступить к работе? Нет? Ух, да. Сейчас. Эй, ты! Страшилище! Давай, попробуй напасть на меня. Приказываю тебе остановиться и застыть в этой форме до момента ее изменения, поскольку в моей власти сделать из тебя смертного, коими являются обычные люди. Силы магов прошлого! Помогите мне! Кажется, здесь мы зачистили все, что могли. А значит, стоит двигаться дальше? Я вижу что-то там, в тумане. Возможно, одно из существ. Иронично, что девушка без глаз видит лучше, чем все мы. Давайте направимся туда! Ну, что ж, выглядишь довольно неплохо. Я так странно и необычно себя ощущаю. Мое тело тяжелее, чем обычно. Но при этом движения такие легкие и... Ты привыкнешь. Спасибо тебе! И представить не могла, что такое вообще возможно. Как я и говорил, нет ничего невозможного. Благодаря магии все на свете осуществимо. Скажи, как я могу отблагодарить тебя? О, да ты не думай об этом. Будьте рядом и все. Только не тупи, как Катрина, если тебе не составит труда. Договорились? Ого! Еще раз спасибо! Итак, действуем согласно плану. Слушай, существо, а слава убить меня! Эй, ну, я к тебе обращаюсь! Куда ты уходишь? Кажись, они поняли наш план и сменили тактику. Я думаю, не все так просто. Эй, постой же ты! Остановись! Миша, ты куда? Оно убьет тебя, стой! П-п-приказываю тебе застыть и остановиться. Остыть. Остановись и застыть в этой форме до момента ее изменения. Оно... Мои власти... Не нападают? Почему же так? Какой является иллюзия? Обычные иллюзии! Силы магов прошлого! Помогите мне! Ой. Окей, я не понимаю, что произошло. Но убей его скорее, Зария! Подожди-ка. Не надо меня убивать! Пока что не убью. Я хочу лишь узнать, почему ты не напал на Мишу и почему ведешь себя неагрессивно? Я... не хочу никого убивать. А... Тогда почему ты нечисть? А почему ты человек? Я не выбирал, кем мне родиться. Я лишь являюсь одним из них и участвовал во всех этих движухах. Потому что мне больше некуда идти. А вы уже, кстати, один раз убили меня. Хотя я просто в сторонке стоял. Ну вы и агрессоры. Уж прости, но в этой суматохе нет возможности определить, кого стоит валить, а кого нет. Я понимаю. Вообще не возражаю. Просто прошу оставить меня в покое. Что я вам сделаю? Ни клыков, ни когтей. Но ноготочки-то все длинные и острые. Девочки, записываемся на ноготочки. Ах! Боже, правы! Да он же в сотни раз опаснее других существ. У него с Аликсом одна энергия. Круто! Я же говорил, не надо их всех валить. Теперь у меня есть браткушка. Мы правда оставим его в живых? А что если он нас обманывает? Извини, но пока нет доказательств того, что он желает зла. У меня не поднимается срока убить его. Если ты считаешь, что это необходимо, то сделай это сама. Не смогу. В этом и дело. Мы не Шеннер, чтобы иметь моральную возможность убить любого. Тем более, что он просит этого не делать. Я бы не простил себя, если бы так жестоко поступил. Напоминаю. Ты со мной так уже поступил. Не я, а Мира. Позер. Ну и память у вас. Они могут быть душными, Максимка, но они крутые. Максимка? Да. Раз ты не считаешь нужным представиться, то будешь Максимкой. Эй, у нас просто нет имен. Хорошо. Буду Максимкой. Интересно, есть ли такие же добрые существа, как он? Насколько мне известно, я один такой особенный. Тех существ, кто не желал зла всему живому, убили другие существа. И еще очень давно. Они считались бесполезными и могли помешать планам большинства. Так что... Но почему тебя тогда не убили? Я не особо выделялся и вел себя так, будто моя позиция ничем не отличается от правильной. Я просто, как сказать... Настроен более пофигистично. Мне всего лишь хочется жить и все. Меня не сильно волновали судьбы кого-либо еще. Но сейчас тебе стоило бы принять одну из сторон. И ты сам знаешь, какую. Теперь ты человек, как и мы. А человечество огражает опасность. Ваш тонкий намек был понят. Давайте же разделываться с существами. С днем резни! Сейчас день? Не исключено. Ура! Кажется, имея уверенного напарника, Алекс и сам перестал нервничать. Да уж. Только с таким настроем мир бы и спасать. Только скажите, что я должен делать? Было бы неплохо, если бы ты присоединился к нам с мирой. Алекс отдаст тебе свой меч, и ты будешь так же, как и мы, убивать новоиспеченных людей. Уби... убивать? Ой-ой-ой, это не совсем то, к чему я был готов. Я тоже не была готова. Несколько убийств существ совершишь через силу, а дальше уже попроще будет. Такими темпами и профессиональным киллером стать недолго. Не станешь. Держи, дружище. Хорошо. Я попробую, но не гарантирую, что с первого раза у меня получится. Так главное, чтобы в принципе получилось. Ага, мы уже сильно сдержались. Давайте идти дальше. Эй, девочка с длинными черными волосами, чье имя я либо не слышал, либо не запомнил. Да. Ты безглазая. Я знаю. Эй, я просто хочу спросить. Если ты видишь без глаз, ты нечисть? Нечисть. Ну так если ты нечисть, ты тоже живым человеком сможешь заделаться, если используешь заклинание на себе? А... Что? А ведь и правда. Почему мы об этом не задумывались? Бредовая идея, хоть и звучит гениально. Если Сара станет живой, то будет слепой. Реальные люди не могут видеть без глаз так-то. Но может быть Сара станет такой, какой была при жизни и... с глазами? А где гарантия? Блин. Спросим у Шеннера? Да, спросим у Шеннера. У кого? Тот черт, которого вы пальцем не тронете. Бессмертный такой. А-а-а! Тот лох с красными волосами. Я как-то слышал обсуждение других существ на тему того, как его завалить. Он много знает? Он даст нам ответы? Я бы ему не доверял. Я тоже. Сейчас как скажут, что ничего такого не случится. Просто чтобы Сара страдала до конца дней без зрения. Ага. И все же, я бы спросил. Мы же не обязаны делать сразу то, что он скажет нам. Просто послушаем. Хотя бы даже интереса ради. Ладно. Все равно вижу, что немного устали. А где ж Керри Цезариан? Могу я хоть раз не участвовать в ваших обсуждениях? Вы и сами хорошо справляетесь. Ах, Хикан. А я тебя не оскорблял. Знаешь, я близок к какому-никакому результату, кажется. Прекрасно! Если ты рассказал мне правду, то вскоре все станет на свои места. Будет здорово, если ты станешь обычным человеком вновь. Наверное. Наверное? Меня терзают сомнения. А стоит ли мне вообще что-то менять? Проявлю доброту, никто даже не скажет мне... Кхм. Забудь об этом.